Нашему герою, который решил не раскрывать своего имени, 35 лет. Он уже отбыл наказание и состоит на учёте в отделе пробации. У мужчины нет документов и никогда не было. Ни разу нигде официально не работал. И даже желания не было, признаётся наш собеседник. Пробация подарила человеку, не представлявшему своей жизни после тюрьмы, новое дыхание. Сейчас он усердно учится и занимается саморазвитием. «Пробация в действительности помогла тем, что когда я освободился на пробации, они у меня спросили документы, я им ответил. Были, но они утеряны, у меня их нет, паспорт не получал. Они в первую очередь восстановили мне свидетельство рождения, я это очень благодарен был. Потом через неделю позвонили, позвали, я пришёл и они мне сказали, иди сходи в сторону паспортного стола, будешь делать паспорт. Пошёл туда, и они мне сделали паспорт, помогли сделать. За все мои 35 лет я получил в первую жизнь паспорт. Этому тоже я благодарен. И ещё тем помогли, что устроили на учёбу, где можно обучаться на сварщика, на электрика и дальше уже по этой же специальности устроиться на работу и будут дальше работать, исправляться». Закон апробации вступил в силу с 1 января 2019 года. Понятие «пробация» в переводе с английского означает «второй шанс». Принцип её работы заключается в оказании помощи людям вернуться в общество и интегрироваться. Кроме того, оказывается психологическая и медицинская помощь. Два раза в месяц они проходят медосмотр. «На сегодняшний день на учёте в отделе пробации по Свердловскому району состоят 290 человек. Из них условно осуждены 11, отсрочка исполнения наказания 16, лишение права заниматься определённой деятельностью или определённой должностью 3 человека. Пробационный надзор – 139 человек». Отдел помогает гражданам от бывшим наказания восстановить документы, обеспечивает их продуктами, а также отправляет на обучение на различные курсы. Так, благодаря пробации осуждённые имеют возможность не только изучить иностранные языки, но и получить конкретные навыки вождения или шитья. Выбрать направление он может сам, всё по желанию. Если есть потребность в психологической или медицинской помощи, то её незамедлительно оказывают квалифицированные специалисты. «Также осуществляем выездные мероприятия по четырём видам пробации клиентов, которые уже состоят у нас на учёте. Это досудебная пробация, исполнительная, пентенциарная и постпентенциарная пробация. Мы приезжаем к месту жительства клиентов в пробации и проверяем их социальное положение, в каких условиях они проживают, в чём они нуждаются. И выясняя все эти причины, мы ведём работу по социальному сопровождению и социальной поддержке клиентов». Кроме того, здесь ежегодно проходят спортивные мероприятия. Самым лучшим вручают различные награды и призы. Сотрудники отдела всеми силами пытаются людей заново приспособить к жизни в обществе, а также предупредить совершение ими повторных правонарушений. «В апреле месяце мы с сотрудниками Министерства юстиции и Департаментом пробации и между клиентами был организован футбольный турнир. Также в июле месяце совместно с Департаментом физической культуры, спорта и туризма и поддержки развития молодёжи была организована спартакеада по четырём видам спорта. И в этой спартакеаде наши клиенты тоже занимали призовые места». Сегодня отдел пробации улучшил качество работы и полностью перешёл на цифровой формат. Для ускорения процесса обслуживания клиентов здесь есть возможность проверить их регистрацию через компьютер, найти клиента по электронному списку, а также назначить время для нуждающихся в психологической беседе через автоматизированную систему, что совершенствует рабочий процесс.